Первое и главное правило перевозки мальчишек и девчонок обязательно использование специальных удерживающих устройств в автомобиле. Это касается всех юных участников дорожного движения без исключений. Ребенка до 7 лет исключительно на заднем сидении в специально удерживающем устройстве. С 7 до 12 допускается использование специальных удерживающих систем, ну и просто с ремнями безопасности. Соответственно с 12 лет можно на переднем сидении с использованием ремней безопасности. Масштабная информационная кампания пройдет на территории всего Подмосковья, в том числе и в Ленинском округе. Инспекторы расскажут водителям о необходимости использования удерживающих устройств, о тяжелых последствиях, которым может привести неправильная перевозка малышей. Ведь в большинстве случаев именно детское кресло спасает самая драгоценная жизнь ребенка. Мы будем в этом направлении, в этом месяце работать почти ежедневно. Предусмотрены информационные раунды, направленные на разъяснение участникам дорожного движения, как пассажирам детского возраста, так и взрослым водителям, о том, что необходимо использовать удерживающие устройства при перевозке детей. А также наши профилактические рейды, мероприятия направлены уже на выявление нарушителей, кто не соблюдает право дорожного движения. По словам сотрудников ГИБДД, статистика в муниципалитете неплохая, большинство автолюбителей строго соблюдают правила. И никакая спешка или усталость не позволяет им забыть посадить ребенка в кресло. Так, в январе прошлого года было зафиксировано 106 случаев неправильной перевозки детей, а за первый месяц, с 24-го, уже значительно меньше. Было выявлено 68 правонарушителей, подав статье 12.23, часть 3. Конечно, это меньше, но я уже отмечал, что рост дисциплинированности водителей растет. Напомним, что за нарушение требований перевозки маленьких пассажиров предусмотрен штраф в размере 3 тысячи рублей. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.